Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника, дне, когда мы будем фокусироваться на предстоящих отчетах по инфляции. В частности, сегодня нас ожидает два серьезнейших отчета, которые, разумеется, могут быть определяющими для дальнейшего поведения валютных курсов. Ну и прежде всего мы будем отталкиваться от статистики по инфляции для того, чтобы попытаться спрогнозировать о том, какие изменения могут произойти в рамках вектора денежно-кредитной политики. Этот вопрос очень актуален для сейчас американского регулятора для ФРС, поскольку американские регуляторы готовятся к повышению процентных ставок. Точнее, может быть, и не так активно готовятся, как хотелось бы, но все-таки ищут соответствующие сигналы, и в качестве этих сигналов должна стать хорошая статистика. Поэтому сегодня те трейдеры, которые делают упор именно на трейдинг по американцу против основных конкурентов, будут предвкушать этот отчет, который выйдет в 15.30 по московскому времени, и, соответственно, искать подсказки именно в нем. Мы будем делать это так же. Обо всем предлагаю все-таки поговорить конкретнее, подробнее. Давайте начнем традиционно с динамики Brent'а и того, что мы наблюдали в рамках всего рынка энергоресурсов в рамках вчерашней торговой сессии. Клосс по Brent'у 49.06. Вчерашний день закрыт с серьезнейшим повышением и ростом. Сейчас ралли продолжается, и актив торгуется уже на отметке 49.21. Если поставить цель объяснить происходящее, я думаю, что вы уже покопались также в новостных сводках, в сообщениях, которые были посвящены той динамике, которую мы наблюдали, смогли выйти уже на свидетельство того, что причину якобы нашли в прогнозах, который был сделан со стороны Goldman Sachs. Действительно, аналитики Goldman Sachs сообщили о том, что рынок энергоресурсов постепенно смещается с крайне переизбыточного состояния к дефицитному. Меня, конечно же, эти комментарии немного смутили, потому что интересно было посмотреть на аргументацию такой позиции. Она, в принципе, последовала. В частности, Goldman Sachs считает то, что дефицитный рынок может возникнуть за счет резкого сокращения производства в Нигерии, в Канаде и Венесуэле. Хотя, если мы будем подробно разбирать эти регионы, в Нигерии, да, очередные конфликты привели к нарушению работы инфраструктуры, которая связана с добычей, соответственно, черного золота. Но в Нигерии эти конфликты, можно сказать, обычное и регулярное дело. Они появляются и быстро сходят. И транслировать этот регион в качестве фактора, который может поспособствовать восстановлению баланса спроса и приложения, по меньшей мере, на мой взгляд, неправильно. Канада. Здесь ссылка на лесные пожары. Но, может быть, представители Goldman Sachs еще не были осведомлены о том, что эту проблему решили. И богатый, скажем, нефтью регион в Канаде, Альберта, сейчас там производство налажено уже в прежних объемах. И Канада полностью вернулась к своим показателям экспорта. То есть, Канаду сейчас вообще не стоит воспринимать в качестве региона, который может поспособствовать как раз нахождению вот этого равновесного состояния. Потому что объемы добычи прежние, ну, это, по крайней мере, сейчас. Кто знает, может быть, они вырастут в перспективе. Поэтому единственное остается, что Венесуэла. Но даже сокращение, которое мы сейчас видим в рамках Венесуэлы, оно не может компенсировать тот рост, который, опять же, имеет место быть со стороны ближневосточного картеля. Вы помните, что некоторое время назад мы с вами еще раз подробно приближались по ключевым цифрам, по объективной статистике, по выработке. И нашли подтверждение того, что за относительно короткий промежуток времени объемы добычи, ну, в том числе за счет Ирана, выросли больше, чем на 330 тысяч баррель в сутки. Как раз вот этот показатель, он полностью как-то снижает, нейтрализует эффект спада вне страны ОПЕК. И, соответственно, тем, кто делает ставку на ослабление, дает еще один убедительный сигнал о том, что рынок еще далек от решения проблем, связанных с переизбытком. Может быть, оправдать ралли, которое вчера состоялось, это была вынужденная потребность, потому что, если мы видим какую-то интересную сессию с точки зрения волатильности, хочется объяснить, чем это было связано. Но, если уж совсем объективно говорить, наверное, Goldman Sachs это прогнозы, ожидания, в частности, чтобы далеко не отходить от этого банка, они по-прежнему весьма пессимистично смотрят на перспективы этого рынка на 2017 год и полагают то, что цены могут оказаться ниже 45 долларов за баррель. Поэтому долгосрочный подход, он по-прежнему медвежий. Вернемся к тому, что я сказал. Goldman Sachs, возможно, это натянутые, скажем, объяснения, которые пытаются трактовать все, что было вчера на рынке Инега Иисуса. Но все забывают о том, что на рынке очень часто дают о себе знать очень серьезные и крупные игроки, которые провоцируют сделку и, соответственно, большинство на определенные психологические реакции. Кто знает, может быть, эти самые кулуарные игроки сейчас стащат позиции Brent к отметке как минимум 50 долларов за баррель. Почему? Потому что 50 это как раз тот самый рубеж, где сконцентрировано самое большое количество стоповых ордеров. И как только рынок доберется до этой планки, соответственно, как правило, происходит перебалансировка всех портфелей, поскольку трейдеры заново оценивают перспективы актива. Возможно, на этом уровне тому, скажем, может быть, банку, фонду, который сейчас и толкает, я уверен, собственными силами Brent к этим значениям, удастся переубедить всех, что дальше Brent и черное золото будет только расти. Я считаю то, что если вы попадете на эту удочку, это будет самая непростительная ошибка, потому что если вы выстояли уже ралли, которое состоялось, вы большие молодцы. Я уверен, что 50 это предельная планка, потому что дальше практически никак невозможно объяснить и фундаментально обосновать ту ралли, которая еще может состояться. Поэтому коррекция в любом случае неизбежна. И я считаю то, что эта коррекция может оказаться такой же серьезной, такой же выраженной и динамичной, как мы наблюдали рост в рамках вчерашней торговой сессии и как мы наблюдали его, в принципе, в рамках всей прошлой пятидневки. Я советую еще обратить внимание на статистику по Китаю. В частности, очень важные отчеты вышли на эти выходные. Вчера, к сожалению, не обратил на них внимания, поскольку упустил из вида. Ну, статистику-то я знал, то, что она была. Но заговорились мы про другие активы и, соответственно, сейчас я стараюсь реабилитироваться, чтобы вы были обязательно в курсе того, что мы сейчас наблюдаем и имеем по экономике Поднебесной. В субботу вышли данные по промышленному производству и по роничным продажам. Если вы не посмотрели на содержание экономического календаря, ничего страшного, потому что я как раз доношу эту информацию. Роничные продажи снова просели, промышленное производство просело ниже некуда. И вот еще один фактор, который говорит о том, что китайская экономика продолжает находиться в состоянии затяжного, жесткого снижения посадки. И это тот самый глобальный риск, который, уверен, еще аукнется. Потому что мы будем анализировать скоро показатели по спросу со стороны Поднебесной. Я не думаю, что там будет уж совсем оптимистичная цифра. Поэтому риски для глобальной мировой экономики еще сохраняются, собственно, так же, как и сохраняется проблема с переизбытком. Об этом не стоит забывать. Сегодня мы следим за запасами по нефти США. Традиционно первый отчет АПИ, учитывая то, что на прошлой неделе рынок так бурно отреагировал на сокращение запасов по версии Минэнерго США, я думаю, что есть, конечно же, вероятность дождаться, может быть, хотя бы отдаленно похожей реакции рынка на отчеты, которые еще впереди. Давайте сегодня посмотрим за этой статистикой. Она будет опубликована поздно вечером в 23.30 по московскому времени. Если у вас не будет возможности проанализировать эти цифры, тогда завтра в ходе брифинга я возьму на себя обязанность за это и, соответственно, донесу вам всю информацию. Поэтому по нефти я по-прежнему настроен на снижение и жду то, что оно обязательно дождом пойти. Поскольку фундаментально по-прежнему не вижу никаких причин, которые могут создать, скажем, поддержку для обоснования идей дальнейшего роста. Российская валюта 64.75. Вроде бы как нефть укрепляется активней некуда в рамках вчерашнего дня. Мы практически прибавили больше 5%. Тем не менее котировки 64.75. По идее, если мы вернулись бы к тем тенденциям, которые имели место быть некоторое время назад, то там динамика была более, скажем, очевидной и корреляция удерживалась. То есть такое укрепление нефти могло, в принципе, поспособствовать и укреплению рубля, скажем, на несколько фигур. Но в данном случае российская валюта пока отстаивает свои, может быть, где-то. И для кого-то лидерские позиции для доллара и евро не собираются. Уровень 65, можно сказать, держится там, консолидация рядом с этим рубежом. Может быть, сильны ожидания и возможного вмешательства в текущую ситуацию российских монетарных властей. Может быть, трейдеры понимают то, что происходящее на рынке – это просто черного золота нонсенс, который, как мы уже пришли к выводу, не имеет фундаментального обоснования. Поэтому за таким же восходящим ралли может последовать такое же динамичное снижение. И в этой связи, конечно же, лучше не занимать длинные позиции по рублю. Плюс ко всему, на статистиках скоро у нас будет новое по российской экономике, по показателю ВВП. Я думаю, что там ничего хорошего мы не увидим. Но и в целом понимаем то, что рублю, конечно же, лучше сейчас котироваться на этих значениях, потому что велика вероятность непредвиденной динамики, может быть, для кого-то на рынке черного золота. И, соответственно, велика вероятность прежней девальвации. Поэтому ниже текущих рубежей вряд ли рубль пойдет без еще большей поддержки со стороны рынка эмега-исусов. Ее, на самом деле, мы дождемся, конечно же, вряд ли. Поэтому я советую вам рассматривать возможность длинной сделки по паре USDRAP. И думаю, что уже до конца сегодняшней торговой сессии мы окажемся выше 65.20-65.30. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Текущие котировки 1.13.14. Европейская валюта пока сохраняет такую выжидательную позицию. Я думаю, что это понятно, с чем связано. Поскольку на носу, по сути, очень важная статистика по индексу потребительских цен. Она будет позже, на этой неделе. Но сегодня рынок не оставил нас без интересных инфоповодов. В частности, сегодня у нас будут данные по инфляции в США в 15.30 по московскому времени. Учитывая то, что доллары – это оппоненты европейской валюты. Понятно то, что эта динамика повлияет и на поведение пары евро-доллар. Если говорить про текущую ситуацию с европейской валютой, мы понимаем то, что трейдеры продолжают гадать, спекулировать на возможных прорывных, может быть решительных, последовательных действий со стороны Европейского Центрального Банка по дополнительному экономическому смягчению. Но для того, чтобы сейчас цепляться за эту тему, нам нужны, конечно же, сигналы. И в качестве этих сигналов как раз может выступить инфляция. Хотя сегодня еще в 10.45, буквально через практически час, состоится выступление главного экономиста Европейского Центрального Банка Питера Прайта. Напомню, что около полутора-двух месяцев назад его комментарий о том, что ЕЦБ рассматривает возможности дополнительного снижения процентной ставки, спровоцировало ослабление евро больше, чем на 100 пунктов. Поскольку рынок не ожидал такой жесткой позиции со стороны официального представителя регулятора, кто знает, о каких, скажем, отделов и каких последствий мы сегодня дождемся от уже конференции и выступлений, которые состоятся совсем скоро. Может быть очередные вербальные заявления о том, что ЕЦБ обязан поддерживать национальную экономику, учитывая текущую реальность, они спровоцируют ослабление главного валютного риска. Напомню, что когда Прайд выступал в последний раз, он аргументировал свою позицию, почему ЕЦБ, опять же, должен действовать более агрессивно через стимулы с сохраняющимися рисками дефляции. И вот тогда он не мог, конечно же, предвидеть ту статистику, которая будет впереди. Хотя, с точки зрения ожиданий, наверное, эти риски дефляции были оправданы. Тем более, что вы понимаете и помните, я надеюсь, что мы эти риски стали закладывать с вами еще больше года назад. И последние цифры по индексу потребительских цен в еврозоне минус 0,2%. Вот как раз та самая реализованная дефляция, эти самые риски, которые уже дают о себе знать, и которые и могут спровоцировать Европейский Центральный Банк действительно действовать. Плюс ко всему, те данные, которые вышли по инфляции в Германии в пятницу, также указали на то, что этот индикатор находится на минимальных уровнях с января 2015 года. И, по сути, отчет по Германии готовит нас к тому и к тем цифрам, которые мы можем наблюдать в рамках еврозоны. Что касается европейского рынка, я думаю, что с рисками понятно. Доллар готовится как раз к своей статистике по инфляции и к тому, что может спровоцировать ФРС на дальнейшие шаги по повышению ставок. Поэтому, если уже совсем подытожить ситуацию по паре евро-доллар, здесь нужно продолжать делать ставку на контраст монетарных политик. То есть, один регулятор готовится к смягчению, другой, напротив, к ужесточению. И этого контраста, по идее, сейчас должно быть достаточно, чтобы спровоцировать дальнейшее ослабление и нисходящее движение. Пока евро-доллар консолидируется на отметке 1.13, я очень надеюсь, что статистика, которая будет опубликована по США по инфляции, очень надеюсь, что завтрашние протоколы последнего заседания ФРС будут способствовать дальнейшему укреплению доллара и, соответственно, слабости рисковых инструментов. По евро-доллару снижаемся и дальше. Фунт против американца также. Фунт продолжает отстаивать статус реального и настоящего космонавта. Фунт забрался так высоко, как точно не должен был, потому что за последнее время мы наблюдали только то, как фундаментальная картина ухудшалась в отношении этого актива. Тем не менее, после пятничной коррекции мы видели, как вчера фунт старался реабилитироваться. В глазах, может быть, все еще преданных некоторых покупателей действительно отыграл несколько пунктов и вернул части утерянных позиций. Ему удалось это сделать, вернуться выше 1.44. И сегодня уже на азиатской сессии мы видим вот это чрезмерное обучье ралли, которое я даже еще не могло объяснить причины, с чем оно было связано. Но уверен, что спустя какое-то время, когда, скажем, в рамках сегодняшнего дня зададутся целью найти все-таки обоснование этого роста, сделают. И, разумеется, завтра вам об этом расскажу. Фунт практически добрался уровня 1.45. И происходит это на весьма мрачных и пессимистичных прогнозах, которые мы слышали в пятницу от Международного валютного фонда. О том, что Англия находится на пороге рецессии. О том, что если дело дойдет до выхода из ЕС, английская экономика потеряет больше 1%. То, что Brexit уже имеет материальное отражение в темпах экономического роста. И этого негатива было много. Это только поверхностная часть того, что касалось перспективы Англии в отношении предстоящего референдума. И мы прекрасно понимаем то, что НАСА готовит к, возможно, самому неправильному исходу для многих уже не только Международный валютный фонд. Мы слышали нечто подобное даже от Банка Англии. В частности, от господина Камни, который возглавляет этот регулятор. Который, в принципе, уже дал сигнал финансовым учреждениям готовиться к самому худшему, что может произойти. До референдума остаются не то, чтобы считанные дни, но все-таки время неумолимо движется вперед. Месяч еще в целом. Думаю, что у нас будет возможность вернуться к спекуляции на тему изменения общественного мнения и настроения. Сегодня давайте все-таки уберем эту тему на второй план, а на передовую вытащим уже локальную статистику. В частности, в 10.30 по московскому времени, в 11.30 по московскому времени, прошу прощения, выйдут данные по инфляции, где я ожидаю слабый отчет. И эти слабые ожидания связаны с плохими показателями по росту заработных оплат и очень удручающей статистикой по потребительской активности через роничные продажи. То есть, у нас не было оснований в рамках прошлого месяца надеяться, что индекс потребительских цен подрос. Я считаю то, что, напротив, индикатор, скорее всего, снизился. И если сегодня мы получаем еще один слабый отчет, может быть, хочется надеяться, что хотя бы эта цифра, эта статистика сможет повлиять на фунт и указать ему на те уровни, на которых он должен находиться. Я считаю то, что, как минимум, это сейчас значение 1.40. Поэтому в отношении британца я, как и ранее, разделяю медвежий взгляд. Доллар японская, иена. Американец в рамках вчерашней торговой сессии активно цеплялся за сопротивление. А 109 не хотел его отпускать. И стоит отметить то, что базис для роста и для такого положения дел имелся, поскольку до этого мы получили очень хорошие данные по индексу в ценпроизводителей и роничным продажам, которые готовят нас к хорошим цифрам по инфляции. То, что эта статистика, которая вышла ранее, уже повлияла на настроение многих участников рынка и трейдеров, это совершенно очевидно. Мы видим, как растут американские трейджеры с доходности. В частности, их вчера рост дневной был максимальным за последние три недели. Это подстегивает также интерес к доллару. И будем надеяться, что поспособствует тому, чтобы пара юзиена двинула выше уровня 109. Сегодня у трейдеров есть возможность напрямую проанализировать уровень инфляции. Для тех, кто подзабыл, я напомню, что инфляция, возможно, является как раз последним макроэкономическим релизом, хорошее значение которого уж точно смогут убедить представители ФРС и Джанат Йеллин проголосовать за необходимость повышения процентной ставки. Поскольку мы получили сигнал активизации потребителей через хорошие данные по роничной продаже, мы видели хорошую цифру по индексу цен производителей, и у нас есть все, чтобы сегодня прогнозировать соответствующий прирост и по данным инфляции. Соответственно, если это произойдет, доллар уж точно начнет дисконтировать это в собственную стоимость, продолжит этот рост и, соответственно, сможет уже замахнуться на тестирование следующего сопротивления, которое находится на отметке 110. В пользу идей роста американца говорят сейчас и вчерашние комментарии президента ФРБ Ричмонда, Лейкера о том, что трейдерам и участникам рынка – это слова, полная копия того, что мы слышали от Вильяма Даги до этого некоторое время, то, что рынку и участникам нужно готовиться к двум повышениям процентных ставок до конца этого года. Ну, на два повышения мы замахиваться, конечно же, не будем. Дождаться бы одного, потому что когда-то, вы помните, мы начинали этот год с ожидания четырех повышений. Вот сейчас ситуация уже изменилась. В любом случае, жесткие комментарии звучат все чаще и чаще. Хорошей статистики все больше и больше. Доллар и японская иена уже оттолкнулся от дна. И есть еще ожидание того, что Банк Японии до июньских выборов в верхнюю палату парламента все-таки протащит меры по доп. экономическому стимулированию. Это станет причиной еще большего ослабления японской валюты. Поэтому сейчас используем весь этот фонд, чтобы добраться до отметки 110, ну и попытаться закрепиться выше, чтобы потом уже нацелиться на более высокие уровни сопротивления. Австралийцы и новозеланнецы активно растут, что довольно странно, особенно странно на фоне слабой статистики по Китаю и на фоне довольно-таки неплохо чувствующего себя доллара. Я думаю, что эта временная проторговка не позволяет вести себя в заблуждение, поскольку австралийцы с учетом актуальных мотивировок 0,7345 у нас все равно обречено снижение к уровню 0,70. Собственно, так же, как и новозеланнец, который сейчас котируется на отметке 0,68, непременно пойдет к уровню поддержки на отметке 0,65. Собственно, на этом все. Еще раз резюмируем по поводу важных макроэкономических релизов сегодняшней торговой сессии. В 11.30 через полтора часа инфляция в Англии, ждем слабый релиз и давление на фунт. В 15.30 статистика по инфляции в США, ждем хороших стат данных и поддержки для доллара. В 19.00 состоится выступление сразу Локарда и Вильяма. Я думаю, что они поддерживают идею готовности американской экономики к нормализации денежных релизных политиков через повышение ставок и тоже поспособствуют росту американской валюты. И в 23.30 АПИ, отчет по запасам нефти, где будем настраиваться на спад и, возможно, ту самую предпосылку, которая сможет спровоцировать более логичное поведение сейчас рынка черного золота. И это логичное поведение ни в коем случае не рост, а снижение. На этом все. Удачной вам торговой сессии. Не забывайте о том, что волатильность сегодня будет значительной. Контролируйте риски. Завтра мы снова вернемся с вами в ходе брифинга к фундаментальным событиям и подведем итоги всех важных релизов. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.